привет с вами криптонист в этой теме мы узнаем о способах ускорить утверждение транзакций поехали когда мы совершаем транзакцию то она распространяется в сеть через множество узлов и попадает в так называемый mempool mempool это скажем так очередь транзакций которые ждут включение в блок в кошельках такие транзакции имеют метку on confirmed что дословно переводится как неподтвержденная транзакция которая еще не включена в блокчейн как только транзакцию включают блокчейн она получает одно подтверждение через пять утвержденных блоков поверх первого мы получаем 6 подтверждений что является гарантией что транзакция наша зацементирована в блокчейне навсегда так как вероятность форка длиной в 6 блоков крайне маловероятно мы можем посмотреть в реальном времени на очередь неподтвержденных транзакций когда блок утверждается соответственно отсюда снимается где-то две две тысячи транзакций примерно в определенные моменты и активности пользователи биткоина mempool переполняется и как следствие транзакции могут зависнуть на долгое время почему это происходит дело в том что транзакции конкурируют между собой то есть майнеры формируют блок исходя из транзакций у которых выше комиссия отсюда следует что чем выше комиссия тем выше вероятность попадания в утвержденный блок давайте представим ситуацию когда мы устанавливаем комиссию среднего значения и в этот момент активность в сети увеличивается вероятность того что наша транзакция попадет в блокчейн будет мало и это может длиться день-два и даже неделю и что в таких ситуациях делать особенно когда нам срочно нужно перевести средства и закрыть сделку с партнерами существует множество сторонних сервисов которые предлагают ускорять застрявшие транзакции но нас они не интересуют мы будем ускорять их вручную используя собственные кошельки и что самое главное что мы можем это сделать в полной безопасной среде используя аппаратные кошельки я буду использовать кошелек трезер я буду также показывать принцип действия вы же сможете использовать это в других аппаратных и горячих кошельках мы рассмотрим два способа ускорения транзакции первый из них называется replace my fee то есть переводится как заменить с помощью комиссий суть данного метода в том что мы например отправили транзакцию с низкой комиссии который висит долгое время далее мы отправляем эту же транзакцию с более высокой комиссии и в этом случае первая транзакция будет отвергнута и отмечена меткой double spend двойная трата а вторая транзакция будет утверждена транзакции замены комиссии имеют метку rbf и она описана в 125 бипе на котором я сейчас нахожусь и он был опубликован в пятнадцатом году а реализация была в 2000 феврале 2016 года стоит отметить что для замены транзакции и необходимо первоначально помечать метка replaceable у каждого кошелька свой подход к этой опции либо она установлена по умолчанию либо ее необходимо включать могу точно сказать что у кошелька трезер этот параметр по умолчанию выключен еще раз суть этого способа это замена транзакций одной на другую то есть на выходе в блокчейне одна транзакция будет отвергнута а вторая принята и второе вид ускорения транзакции называется child pays for parents то есть дочерняя транзакция платит за родительскую транзакцию и как это выглядит давайте попробуем нарисовать вот у нас вход выход 1 выход 2 здесь у нас получатель здесь у нас сдача мы отправляем один bitcoin здесь мы сюда отправляем 07 и сами себе в виде сдачи отправляем 0 3 биткоина это у нас транзакция 1 и давайте представим что отправитель на ошибся и он установил дико низкую каэра комиссию виде там например один сатоши за байт то есть такая транзакция будет идти очень долго особенно если активность в сети будет увеличиваться то в этом случае транзакция может идти день 2 3 неделю и более и для решения этого вопроса существует два варианта первый это когда да давайте я еще отмечу адрес 1 адрес 2 адрес 3 первый вариант да и ну понятно да что у нас вход идет выход и но об этом уже говорили много раз значит первый вариант это когда решает ускоряет транзакцию отправитель и в этом случае что он делает он берет адрес сдачи адрес 3 и отправляет транзакцию с адреса 3 на адрес 3 то есть одного адреса вот именно на этот же адрес отправляет какую-то мизерную сумму но устанавливает большую комиссию например там 5000 сатоши такая большая комиссия второй вариант или мы решает этот вопрос получатель и получатель берет с адреса 2 2 и отправляет средства также на адрес 2 и также устанавливает большую комиссию и в этом случае давайте пометим что это у нас транзакция 2 вся магия заключается в том что транзакция 1 и транзакция 2 будет рассматриваться майнинговым пулом как одна сцепленная транзакция то есть вот эти две транзакции они сцепляются и комиссия будет у них общая то есть в первой транзакции у нас комиссия ничтожная а во второй транзакции у нас будет огромная комиссия которая компенсирует эту ничтожную и такая транзакция пройдет блокчейн намного быстрее и таким образом мы сможем просто ее ускорить и перед тем как перейти к практике еще пару слов о комиссиях на текущий день средняя комиссия для быстрой отправки bitcoin составляет около 6 сатоши за байт то есть при средней транзакции в 225 байт комиссия составит 1350 сатоши и вот таблицы можно найти и другие ресурсы которые предоставляют подобную информацию и мы видим что если мы будем устанавливать 12 байта за сатоши то время может занять для утверждения транзакции в блок от 10 до 240 минут на самом деле здесь пишется приблизительное время то есть это может длиться и намного больше то есть при текущей активности который может увеличиться мы можем ждать достаточно долго времени пока она утвердится если мы будем установим например 5 6 то в этом случае от 0 до 40 минут если выше то соответственно это будет ну то есть нет смысла ставить например 8 сатоши либо например 20 сатоши ну конечно же есть смысл в случае если мы хотим предостеречься от какого-то внезапного всплеска активности и застраховать себя от этого мы можем сразу поставить 20 например байт за транзакцию и в этом случае мы будем уверены что нас мы будем таким достаточно интересным куском для майнеров так как они все-таки зарабатывают деньги в первую очередь и теперь давайте перейдем к ускорению транзакций для этого нам потребуется интеграция кошелька трезер с кошельком электрум для тех кто не знает как ее проводить посмотрите видео ссылка будет в описании и начнем с первого способа ускорения транзакций за счет увеличения комиссии итак мы в электруме трезер подключен мы видим здесь пиктограмму значит давайте совершим транзакцию я буду использовать то есть нас колонка транзакций вот здесь это количество транзакций которые были проведены с адресом я буду выбирать адреса которые я никогда еще не использовал например вот 0 копирую адрес далее ну например возьмем вот этот адрес и отсюда будем тратить средства ведем адрес так что там не скопировался окей еще раз копирую так и теперь мы устанавливаем минимальную комиссию я даже поставлю один сатоши и будем отправлять 100 рублей нажимаем далее нет не хватает нам 100 рублей окей 50 рублей нажимаем далее да подтверждаем действие на кошельке подтверждаем второй раз и транзакция отправлена давайте сейчас ее она у нас отобразится вот у нас эта транзакция можем отобразить детали этой транзакции найти ее айди и подставить ее в обозреватель блокчейна и так вот у нас вход здесь два выхода а значит у нас желтеньким это адрес сдачи т.т. то есть у нас вот это мы отправили к себе на адрес сдачи w3 это адрес для получения и как мы видим мы установили минимальнейшую плату 251 сатоши за эту транзакцию то есть если транзакция у нас весит до 248 байт ну в общем один байт 11 сатоши за байт поэтому эта транзакция здесь будет висеть очень и очень долгое время что мы можем сделать в данном случае мы можем кликнуть правой кнопкой и здесь есть опция increase fee то есть увеличить комиссию выбираем ее и здесь мы увеличиваем сумму например мы можем ну 3000 нажимаем ок далее здесь нам следует подписать транзакцию подтвердить действие на кошельке и после этого у нас все подписано но еще не отправлено нам нужно транслировать этот блокчейн транслируем транзакция отправлена все здорово обновленная транзакция отправлена и теперь мы видим что здесь изменилось значение теперь здесь установлено 18 сатоши за байт и появилась метка rbf теперь давайте перейдем обратно в обозреватель блокчейна да я это окно не буду закрывать сначала я скопирую айди это же новая у нас транзакция это новая айди перейдем в обозреватель блокчейна блокчейн инфа подставим транзакцию то есть в этой транзакции мы уже заплатили 12 сатоши за байт это намного больше чем в предыдущей транзакции вот а теперь что произойдет если обновлю страницу да здесь у нас написано что транзакция у нас отклонена так как она была уже повторно отправлена но мы не видим ошибки я хочу прямо чтобы увидели эту ошибку и в обозревателе битисе ком скорее всего мы увидим эту ошибку которую я очень хочу отобразить давайте посмотрим на нее да и вот она удаленная транзакция двойное расходование вот собственно что и требовалось доказать то есть у нас есть транзакция с этим адресом точно такая же с точно такой же суммы только другая комиссия с точно такими же выходами кстати и вот она у нас в процессе а другая транзакция первая которую мы создавали она у нас удалена и здесь написано причина до двойная трата теперь нам осталось только дождаться подтверждения вот этой вот транзакции я думаю займет от немного времени давайте немного подождем и мы получили одно подтверждение прошло минут 10 по моему или 15 но в принципе сейчас активность достаточно высокой мы видим здесь вообще 10 тысяч неподтвержденных транзакций поэтому если мы не увеличивали комиссию до 12 сатоши за байт то мы бы ждали бы наверное но боюсь даже представить сколько и в электроме в истории мы видим вот именно эту транзакцию мы видим что у нас одна транзакция то есть предыдущая транзакция она была отклонена вот она нет вот здесь вот давайте тогда так вот это уже очистим мы один способ попробовали теперь давайте попробуем совершить child pays for parents то есть дочерть не транзакция платит за родительскую транзакцию а для этого выбираем тоже какой-нибудь пустой адрес копируем его и выбираем например этот адрес отправляем туда средства устал устанавливаю один сатоши и мы отправляем давайте 100 рублей здесь уже точно хватит отправить 100 рублей нажимаем отправить до подтверждаем действие на кошельке до до транзакция отправлена вот она собственно здесь так давайте айди скопируем вот мы видим что мы отправляем на g и вот на такой адрес мы отправляем средства так мы переходим блокчейн инфа вводим айди транзакции и вот она у нас то есть минимальная плата и эта транзакция будет идти очень и очень долго да и по нашей схеме что мы можем сделать мы можем с адреса сдачи то есть вот с этого адреса отправить на этот же адрес и установить большую комиссию таким образом ускорить транзакцию поэтому находим этот адрес rx 5x так rx 5x копируем его отправить так копируем send from отправить и здесь мы установим сейчас что-нибудь сумасшедшее пусть будет вот так ну и отправим допустим 5 рублей и заплатим за это ну чтобы быстро было давайте 3000 сатоши за это заплатим то есть мы с этого адреса отправляем на этот же адрес нажимаем далее подтверждаем действие подтверждаем действие на аппаратном кошельке и транзакция отправлена и вот теперь мы видим очень интересная история вот у нас написано он конфернт parent то есть родитель и просто он конфернт значит эти две транзакции у нас по идее сцепленные должны быть мы сейчас это проверим мы скопируем этот адрес перейдем блокчейн инфа я бы наверное в новом акне это все сделал блокчейн теперь подставим этот адрес вот 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 значит у нас есть вот эта вот транзакция то есть вот мы и отправили и поверх нее и комиссия да мы видим здесь комиссию минимальную и поверх нее мы отправили еще одну транзакцию комиссия соответственно здесь больше здесь не очень удобно конечно же смотреть вот это сатоши в ию то есть это переводить нужно вот но здесь комиссия намного больше поэтому вот эта транзакция сейчас должна толкнуть вот эту транзакцию. Поэтому давайте сейчас тоже чуть-чуть подождем. Итак, мы получили подтверждение. Пришлось подождать, на самом деле, достаточно долго, но, опять же, здесь просто активность 12 тысяч неподвержденных транзакций. Это достаточно... Ну, на текущий месяц, это... Ну, и текущее время спада криптовалюты, это достаточно высокая активность. Вот. Но мы видим, что у нас была сначала первая транзакция. Вот мы отправили средства на этот адрес, потом выход этот был потрачен, и мы с этого адреса отправили на этот же адрес, и комиссия у нас была значительно выше, чем комиссия в первой транзакции. В электру мы также можем увидеть, что эти две транзакции, они одновременно подтвердились. Итак, мы рассмотрели два способа ускорения транзакции своими силами и достаточно безопасно. Надеюсь, они вам никогда не пригодятся, но если же такая ситуация когда-нибудь возникнет, вы теперь будете знать, что и как делать. Спасибо вам за просмотр видео, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Криптонист. Пока!